Следующий спикер Денис Тюрин, компания Озон. Денис расскажет, как Озон общается с миллионами пользователей мобильного приложения, а именно рассказывает о доставках, о новых приложениях и выстраивает систему самообслуживания клиентов. Денис, нам слово. Всем привет, меня зовут Денис Тюрин, я продукт-менеджер в компании Озон, отвечаю за такие продукты, как клиентские коммуникации, клиентский контент и недавно запущенный сервис Озон Лайф. Что же такое Озон сейчас? Озон сейчас это более 4 миллионов активных покупателей и более 150 тысяч заказов в день. При этом 60% наших заказов совершаются с мобильного приложения, а среди них в свою очередь 30% это быстрые покупки, которые совершаются непосредственно в первый час после захода в приложение. Благодаря такому трафику на наше мобильное приложение, неудивительно, что мы рассматриваем его как основной канал коммуникации с нашими пользователями. За период пандемии, у нас, точнее за период самоизоляции с марта по май, у нас был большой рост новых клиентов, а именно плюс 84%. При этом, что самое интересное, каждый четвертый из этих клиентов остался с нами уже и после этого. Мы это связываем с тем, что клиенты, в принципе, пользователи по всей России уже привыкают к онлайновому формату и готовы изменять своим оффлайновым привычкам. При этом мы получили очень большой рост количества клиентов в мобильном приложении, а именно плюс 570%. Из интересного, в мобильных приложениях покупки совершают преимущественно женщины. При этом в мобильной адаптации, в мобильном вебе, структура пользователей примерно такая же, то есть в основном пользуются женщины. Пользователи мужчины, соответственно, предпочитают десктопы и не изменяют своим привычкам в этом плане. С точки зрения популярных категорий, которых совершаются покупки на мобильных приложениях, это одежда, обувь, дом и сад и электроника. Вопреки этому, на десктопе эти категории немножко отличаются. Там также есть одежда, обувь, дом и сад, но при этом последняя категория – это книги. Собственно, над категорией книги в мобильных приложениях мы также работаем, чтобы пользователям было удобнее совершать покупки книжек непосредственно и в мобильном приложении. Но теперь давайте непосредственно перейдем к тому, как мы используем мобильное приложение для того, чтобы улучшать клиентский опыт и клиентские коммуникации для этого. Среди каналов коммуникации Озон использует в принципе все довольно стандартно. То есть это email коммуникации, пуш-уведомления, смс и наш собственный центр нотификаций. В случае с email все довольно интересно, так как при наличии мобильного приложения Озон пытается всегда приземлить по ссылке из email именно в мобильное приложение. А с точки зрения пуш-уведомлений, это основной канал коммуникаций, который мы используем для доставки пользователям наиболее релевантной, наиболее полезной для них информации. При этом у нас все еще остается большой процент смс-ок. Это именно те коммуникации, которые в принципе пользователь не должен пропустить и которые могут потребоваться ему в письменном виде. Но так как у нас появился собственный центр нотификаций, смс-ок становится все меньше. Центр нотификаций есть в принципе во многих компаниях и это никакое не ноу-хау, за исключением некоторых вещей, которые есть у нас. То есть это колокольчик, к которому все привыкли, который находится где-нибудь в правом верхнем углу, либо еще какой-то закладочке, и который показывает количество пропущенных нотификаций. Изначально, когда мы запустили этот формат коммуникации с пользователем, он был довольно простой. То есть это была простая лента, в которой выводился коротенький текст, и в принципе которым пользователи пользовались, но не так активно, как нам хотелось бы. Сейчас, после множества доработок, это полезный инструмент, которым пользуется большое количество пользователей мобильного приложения. Там есть отдельные разделы для транзакционных коммуникаций, а именно по заказам. Есть раздел по триггерным коммуникациям, это если пользователь подписался на снижение цены от товара, либо хочет узнать о поступлении товара на склад. И, собственно, последний раздел это маркетинговые коммуникации. Самый нетривиальный, наверное, с точки зрения именно полезности пользователя, потому что изначально маркетинг слет довольно большое количество коммуникаций, которые пользователь воспринимает как спам. Соответственно, совместно с маркетингом мы разработали стратегию, при которой в центр нотификации попадают только наиболее критичные для пользователя коммуникации. Полтора года назад мы начали активно развивать клиентский сервис и для этого использовали мобильное приложение. Для этого мы совместно с командой клиентского сервиса и с командой колл-центра проработали и категоризировали все проблемы, которые возникали у клиентов. Соответственно, чем больше проблем у клиентов возникало, тем чаще они звонили в наш колл-центр, тем больше денег мы тратили на обработку этих сообщений. И, соответственно, тем больше негатива мы получали от клиентов, потому что, в принципе, оператор колл-центра не способен обработать большое количество сообщений за раз. И, соответственно, клиенты в какие-то пиковые сезоны могли по 10-15 минут ожидать на линии, и это создавало плохой клиентский опыт. Собственно, мы проработали все проблемы, которые были у клиентов, выделили среди них наиболее частые. Например, это был вопрос, где мой заказ, как отменить или перенести доставку, или как продлить срок хранения в ПВЗ, если я забыл или по какой-то причине не смог забрать свой заказ или товар вовремя. Для этого мы провели большую работу. Мы уже дважды, на самом деле, переработали интерфейс личного кабинета. Изначально мы переработали сам личный кабинет и переработали экран заказов, чтобы пользователям было понятно, в какой стадии сейчас находится его заказ и где находится его товар. Мы добавили чрезмерное количество статусов в надежде, что пользователи будут лучше понимать, что происходит с их заказом. Но оказалось, что на самом деле пользователям это не важно, и они хотят знать всего примерно 3-4 статуса. Соответственно, вторая итерация еще лучше сделала наш личный кабинет и страничку заказов. Второй момент. Мы начали разрабатывать и дорабатывать селф-сервисы, так называемые. Это сервисы, которые позволяют клиентам самостоятельно, без помощи оператора колл-центра, производить какие-либо действия. Это, например, возможность смены тайм-слотов, если заказ еще можно перенести на более поздний срок, например, если заказ еще не находится в дороге к клиенту. Или, например, это опция продлить срок хранения в ПВЗ, если ты куда-то уехал или внезапно заболел, либо что-то еще случилось, что ты не можешь забрать заказ. И, собственно, мы переработали на самом деле все экраны личного кабинета, чтобы пользователям было проще оформлять возвраты, чтобы понимать, что у них происходит с уведомлениями, что у них происходит с заказами и еще много-много всего. Также одна из проблем, с которыми пользователи сталкивались, на самом деле это была проблема скорее наша, что пользователи не приходили в ПВЗ во время за заказом, соответственно, мы не могли доставлять новые товары. И, собственно, пользователи тоже получали негатив с точки зрения того, что не получали свои товары в ожидаемые сроки. Для этого мы доработали центр нотификаций, про который я говорил, и создали в нем функцию важная. То есть изначально она нужна в первую очередь для нас, естественно, чтобы мы могли прокоммуницировать более явно, более заметно клиенту о том, что есть какая-то операция или какой-то вопрос, который ожидает реакции клиента. Соответственно, в этот вопрос как раз попал информация о том, что заканчивается срок хранения товара в ПВЗ. Благодаря этому мы значительно увеличили пользовательскую базу центра нотификаций и сократили количество незабранных посылок в первый день хранения в ПВЗ. На самом деле в остальные дни это количество незабранных заказов также уменьшилось, но для нас самый важный первый день, и мы действительно решили этот момент. Собственно, помимо этого было проведено много работы на стыке обратной связи с колл-центром. То есть колл-центр дорабатывал свои скрипты, проводил операционные изменения и прочее. Также у нас есть функционал отзывов на доставку. То есть когда пользователь заходит в мобильное приложение, он получает шторку, в которой его просят оценить доставку. Пользователь ставит звезды, выбирает проблемы, которые у него возникали с товарами, с курьерами, с чем угодно. И дальше эта информация также попадает на обработку, что является уже в свою очередь источником знаний для самого колл-центра и для категоризации. Также у нас была проблема с тем, что многие пользователи либо не активировали пуш-уведомления в своих мобильных приложениях, либо выключали их, получив какую-нибудь не самую интересную или какую-то чрезмерную коммуникацию в основном от маркетинга. При этом некоторые пользователи, что самое странное, не хотели получать информацию о заказах, но такие действительно были. Соответственно, для этого мы проделали большую работу. Первая часть была чисто технической. Мы написали свой сервис, который непосредственно доставляет пуши пользователям. Это нам позволило увеличить доставляемость пушей чисто технически буквально на 40%. Вторая часть и вторая задача, которую мы решали, это полезность коммуникаций для пользователя. И то, что нужно дать пользователю возможность самому выбирать, в каком формате он хочет получать уведомления по разным темам. И в идеале еще как часто. Собственно, для этого мы полностью переработали раздел с настройками уведомлений в личном кабинете. Там появилась возможность по каждой коммуникации, которую мы отправляем, будь это текущая коммуникация или будущая коммуникация, выбрать непосредственно те каналы, которыми ты хочешь получать. Для части коммуникации уже действительно доступно выбрать частотность получения. То есть, если пользователь не хочет получать маркетинговые коммуникации ежедневно, как любит большинство маркетологов, то мы предоставили пользователю возможность получать это уведомление только самые важные, самые интересные, самые релевантные для него. либо получать уведомление просто по расписанию, что раз в три дня пользователь получит уведомление от маркетинга, а маркетинг уже в свою очередь выберет приоритетное сообщение, которое нужно доставить пользователю обязательно. В итоге эти изменения привели нас к тому, что мы сократили контакт рейт в колл-центр в два раза. Это на самом деле круто с точки зрения того, что мы, во-первых, экономим деньги, а во-вторых, мы не роняем качество клиентского сервиса, то есть пользователи остаются довольными. За счет этого мы могли более, точнее, менее агрессивно масштабировать наш колл-центр, то есть нанимать меньше операторов колл-центра, но при этом продолжать расти по клиентской базе и по количеству ежедневных заказов. Вторая задача, точнее, второй итог, который мы достигли, это сокращение затрат на смс-ки. Наверное, для большинства не секрет, что смс-ки дорогие, и с каждым годом, с каждым месяцем они становятся только дороже, поэтому большинство компаний стараются переводить коммуникации в какие-то другие форматы. То есть это может быть и коммуникации через социальные сети, коммуникации через мессенджеры, либо коммуникации через пуш-уведомления, которые являются условно бесплатными. Соответственно, через много итераций сокращения коммуникаций, изменения текстов и изменения количества коммуникаций, которые мы отправляем пользователям, мы достигли результата, что мы сократили затраты на 75%, а учитывая 150 тысяч заказов в день, это большие деньги даже для озона. И вторая часть, это то, что мы не уравнили, опять же, качество клиентского сервиса. То есть каждое изменение, каждую коммуникацию, которую мы убирали или которую мы изменяли, текст или какой-то формат еще, мы проводили через тестирование, чтобы люди не страдали от наших изменений. А дополнительно мы получили довольно хороший прирост пользовательской базы в notification центре, и сейчас это 400 тысяч просмотров сообщений в центре нотификации, часть из которых являются также кликабельными и позволяют пользователям попасть непосредственно в наши селф-сервисы. То есть здесь довольно большая связка. Есть еще один формат, который является полезным, но многие недооценивают это на самом деле. Это функционал FAQ, который есть также в мобильном приложении. То есть когда пользователь может найти ответ на свой вопрос в текстовом виде, в виде какой-то статьи с картиночками или с видеоформатом. Этот формат мы тоже запустили, он также позволил нам уменьшить контактность с колл-центром. Это тоже важно. Также полтора года назад мы запустили собственный чат с клиентами и чуть позже чат клиент-селлер для того, чтобы также с одной стороны сократить трудозатраты, сократить затраты на колл-центр, а с другой стороны дать возможность пользователям альтернативный канал коммуникации. Соответственно, у нас трафик постепенно начал перетекать из телефонной линии в чат. К чему это привело? К тому, что часть пользователей, которая не хотела принципиально пользоваться телефоном, начала писать в чат. За счет этого мы получили дополнительный прирост клиентских обращений. С другой стороны, оператор колл-центра уже обрабатывать мог не один звонок в моменте, а мог обрабатывать 4-5 сообщений. На текущий момент это уже больше 10. И решать, соответственно, вопросы клиентов более оперативно. Для клиентов это также был позитивный момент, потому что им не приходилось в горячий сезон висеть, например, по 10-15 минут на связи, ожидая, пока ему ответит оператор. Здесь они могли написать сообщение и через какое-то время получить ответ оператора. Вторая часть, которую мы начали уже дорабатывать, это связано с тем, что все равно количество обращений было достаточно велико. Соответственно, мы завели собственного чат-бота, и изначально он мог решать, как любой маленький чат-бот, всего несколько вопросов, и при первой же проблемной ситуации или непонимании того, что происходит у клиента, он сразу призывал оператора. Мы провели большую работу над распознаванием рукописного текста пользователя, когда он непосредственно пишет в чате вопрос текстом. Но это все равно не привело к тому, что бот распознает 100% пользовательских обращений, потому что мобильные приложения специфичны, пользователи в них могут либо сами ошибиться в каком-то слове, и чат-бот просто может не понять контекст, в котором задают вопрос. Второй момент — это то, что у всех есть Т9, и некоторые слова просто заменяются, и меняется контекст полный. Поэтому мы сделали большую доработку. Это кнопки или саджесты в чате. И вторая часть, которая еще сильнее улучшила наш результат, это мы сделали так, что чат-бот изначально сам публикует эти кнопки. То есть первым обращается к клиенту. Собственно, кнопки позволяют чат-боту лучше понимать клиента, а клиенту набирать меньшее количество текста и не ходить в личный кабинет, например, за номером заказа. Чат-бот сам спросит, какой номер заказа клиент имеет в виду, с чем у него проблемы и прочее. Соответственно, изменения. Сам, собственно, чат-бот устроен довольно просто, если смотреть верхнеуровнево. У него есть своя база знаний, то есть он знает все о заказах, знает все о клиентах, он анализирует эту информацию и текущие статусы, которые случаются с клиентом и с его заказами и выдает персонализированный ответ с информацией о возвратах, заказах, либо даже более общей статьи, например, как сделать заказ клиенту, который никогда его не делал, либо как мне сделать возврат, если клиент уже оформил какой-то возврат и пытается понять, в какой стадии находится его вопрос. И для тех клиентов, которые еще не делали никогда заказ и просто беспокоятся о том, а вот что если мне не приедет заказ, или меня не устроит качество товара. Это особенно важно в категории одежды и обувь, где люди заказывают по нескольку размеров и потом боятся, соответственно, отказаться от одного из них. Что в итоге получилось у нас с чат-ботом? Это то, что сейчас у нас более 20% обращений обрабатывается чисто чат-ботом, то есть без участия людей. Это около 60 тысяч диалогов в день. Чат-бот умеет работать с более чем 80 сценариями и может писать 500 тысяч обращений в сутки, а также еще дополнительно говорить спасибо и здороваться с клиентом. На самом деле этого тоже недостаточно, и мы активно работаем над развитием этого функционала. Собственно, еще один формат клиентской коммуникации, который мы запустили совсем недавно, я хочу представить вам. Это Азонлайф. Это возможность для стримеров, селлеров и брендов проводить онлайн-эфиры на платформе Азон. Сейчас ежедневно с 18 до 20 идет два стрима. Каждый стрим идет по часу, и на этих стримах непосредственно селлеры или бренды с участием экспертов рассказывают о своих товарах. На самом деле такой формат пришел в онлайн из офлайна, то есть в принципе формат называется ShoppingTainment, это Shopping Entertainment в одном флаконе, и призван для того, чтобы пользователя привлекать не только непосредственно за покупками, но также привлечь его для какого-то другого действия контента, то есть посмотреть какую-то полезную информацию и, возможно, в дальнейшем его сконвертировать в покупку. На самом деле мы пробуем разные форматы, то есть стримы могут идти чуть раньше, чуть позже, потому что мы ищем какое-то лучшее время для того, чтобы их проводить. И категории товаров тоже отличаются день до дня для того, чтобы понять, какие категории хорошо продаются в этом формате, какие хуже. Мы запустились 30 сентября. Какой-то большой нагон трафика случился у нас только буквально на предыдущей неделе, но уже сейчас более 120 тысяч уникальных пользователей посмотрели эти стримы, при этом они добавляли товары в корзину на 300% больше, то есть, чтобы вы понимали, для сравнения за час стрима товары из стрима могут получить на 300% больше добавлений в корзину, чем за целый день ранее. Самое интересное, что некоторые стримы топовых брендов могли получить недельные продажи просто за один стрим, и даже более чем недельные. Зачем это все Озону? Здесь все довольно просто. Это вовлеченность аудитории в первую очередь, то есть, чтобы клиенты приходили не только, чтобы купить товар, но и чтобы получить какую-то полезную информацию и провести свое время. Грубо говоря, позалипать в приложении. Вторая часть – это, естественно, продажи товаров, потому что на стриме предлагается дополнительная скидка, которая стимулирует пользователя покупать. Третья часть – это получение нового типа контента и дальше увеличение конверсий тех же товаров. То есть, после того, как стрим проходит, стрим сохраняется в карточке товаров, и пользователи могут уже после посмотреть. Для пользователей это уникальная возможность получить информацию о товаре от экспертов конкретного бренда или какого-то товара. Эти вопросы они могут задавать в онлайн-формате и получать сразу же ответы, что для многих является… удивление вызывает. Они задают вопрос, получают в прямом эфире ответ и задают, о, ничего себе, мне отвечают, это онлайн-эфир, оказывается, а не запись. И, собственно, получить скидку на товар со стрима. Для брендов и селлеров это возможность коммуницировать с клиентами в новом формате, возможность продвигать свой бренд и лояльность, а также возможность привлечь новых клиентов, которые никогда не слышали о некоторых небольших брендах. Собственно, уже сейчас здесь немножко устаревшая цифра показывается. Клиенты посмотрели больше 70 тысяч карточек товаров и, собственно, плюс 900% просмотров за час. Точнее, 900% это, опять же, за час стрима получается по сравнению с предыдущим днем целиком. Все. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok